и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий снова в альтернативе и в данном случае на столе у меня запакованная посылка которую я подготовил для отправки ее владельцу то есть эта посылка уезжает сегодня в днепр и виталию в этой посылке находится бензогенератор еще времен совдепа это армейский бензогенератор ab1 то есть по умолчанию это был 1 киловаттный трехфазный генератор но между фазно в этом генераторе не 380 вольт а порядка там 230 250 вольт максимум то есть ежели был бы выведен 0 то фазно мы бы получали там порядка 110 ну максимум 120 вольт а поскольку напряжение берется между фазно то мы получаем свои там 230 вольт которыми можем запитать наши бытовые приборы но при этом мощность этого генератора 1 киловатт потому что по умолчанию статор намотан проводом 0 73 миллиметра то есть максимум это до 5 ампер он может пропустить через свою обмотку в данном случае я статор и ротор этого бензогенератора полностью перемотал и сделал возможным работой его от обычной аварки ну а далее все как обычно кому интересны подробности и нюансы в том как и что я здесь переделывал смотрим видео 1 генератор вот я уже сделал он ждет своего владельца а это вот сегодня пришла еще одна посылка смотрим что здесь честно не ожидал такого поворота я ожидал что заказчик пришлет там сам статор в общем и задача такая нужно этот генератор переделать под обычную аварку теоретически я могу посчитать пересчитать витки сделать стать из треххвазного нужно однохвазные пересчитать витки так чтобы работала эта аварка но проблема в том что неизвестно как это аварка состыкуется с намоткой и самого якоря честно говоря я сам шоке когда не знаю с чего начать приходится разбирать все подряд в общем начнем разбор с вот этой кастрюльки а под крышкой какой-то армагеддон наверное не туда полез отсоединил все 10 проводов которые выходят с генератора не знаю зачем это нужно но на всякий случай я их все пометил как они были так но эти 10 проводов это еще не все вот еще два провода запоминаем куда они идут это не туда идут вот один и и да и вот второй один сюда один суда то есть на вот этот реостат они идут понятно и так отстыковка прошла в штатном режиме все отлично 15 минут полет нормальной вот чудо инженерной мысли вы думаете это все провода а нет вот еще раз два три 4 5 но это на щетке это понятно тоже это с обмоток выходят вытащил ротор кстати на роторе есть вот такие вот длинные магниты посмотрим вот видим это северная сторона из противоположной вот видим это южная сторона светится один светодиод то есть если его перевернуть вам не видно ну вот по видно загорается вот вот видим то есть шансы на то что это можно сделать и работать будет очень высоки одно смущает что здесь наверняка намотан толстый провод похоже якорь придется перематывать вот 3 ома 31 минус на проводниках 3 ома интересно насколько реально вытащить этот статор с этой кастрюли то есть он получается здесь посажен на горячо в общем есть идея на газовой плите прогреть этот корпус ну краска загорит конечно и есть шансы вытащить этот статор потому что по-другому перемотать его я думаю это будет очень очень даже не то что сложно практически невозможно физика рулит расширение металла при нагреве и статор у меня на столе в данный момент он горячий остывает а потом будем пробовать его раздеребанить найти где у него фазы посчитать пересчитать в общем в общем как то как то так 100 миллиметров внутри и по наружу сейчас померяем то есть до идентичность здесь 85 наборка 96 внутри и 160 по наружу здесь примерно то же самое только 100 ну могу ошибаться потому что мерял вот такой вот штукенции поэтому поэтому могу чуток и ошибаться но на 24 паза это просто жесть это конструкция которая была сделана на века каждая обмотка пропил промотана лакотканью то есть вот видим как мой временный порядок сменился на постоянный беспорядок снова и по поводу намотки значит всякие разные дополнительные обмотки меня не интересует мне нужна только фазная обмотка исходя из той обмотки можно посчитать что и чем и как мотать значит данный генератор намотан на 3 фазы но напряжение берется между фазно если 250 вольт ну скажем по потолку по максимуму поделить на 173 то есть так эфициент между фазной то одна с одной фазы можно было взять по потолку это 144 вольта в одной катушки в одной половинке катушки было 72 витка этих половинок у нас две то есть получается 144 витка то есть один виток на 1 вольт то есть это классика обычного китайского бензинового генератора не знаю зачем в то время мотали такие генераторы то есть если был выведен 0 то между нулем и фазой это 127 вольт то есть получается три фазы по 127 вольт ну это по умолчанию был намотан этот генератор просто нуля не выводили а запитывали нагрузку от 2 вас так в данный момент нужно как-то это все сейчас снова нагреть и попробовать вытащить остаток этой обмотки и далее будем мотать по классике вот такая вот схема ну скорее всего здесь намотка четверкой сделаю намоткой пятеркой вот здесь проброшу обмотки возбуждения в общем по ходу всех событий решил перестраховаться потому что ну непонятно как это все себя поведет и решил намотать 260 витков фазу в общем для себя уже вот здесь нарисовал как это все будет выглядеть вместо четверки здесь будет пятерка вот такую коротенькую обмотку намотать будет сложно но попробуем совсем не просто было уложить обмотки в пазы этого статора поскольку пазы насколько малые что вот этот вот топорик ежели попадает даже изоляция он уже не пролазит соответственно если вот так вот два провода соответственно они также в паз не попадают поэтому приходилось по одному проводничку всыпать эти обмотки в паз поджигаем паяльник и коммутируем обмотки владелец этого генератора купил новую аварку и ответную часть фишки этой аварочки обмотки увязал с обеих сторон общем получилось шикарно нет ничего лишнего то есть видим подключение avr это наши 220 все фаза на месте 28 вольт но это примерно один к десяти включил avr и это что-то новое видимо проводов красных не было синий с плюсиком в общем включаем смотрим ничего у нас а ничего а есть 47 вольт ни хрена себе попробуем прогреть и посадить назад статор статор стала на свое место покуда все горячее было щеточкой пропитал лаком в общем довольно все выглядит достойно с помощью газовой горелки кувалды и ударной отвертки снял я это те катушки но что делать дальше нужно еще подумать скорее всего нужно будет делать какое-то основание на котором нужно будет намотать вот такие катушки катушки намотал все отлично они плотно стают на эти башмаки теперь думаю эти все катушки окунуть полиэфирную смолу пропитать и потом уже это все собрать и чтобы полиэфирная смола застывала на этих клыках потому что 3000 оборотов это не шутки и нужно чтобы катушка была жестко стояла внутри этих башмаков потому что есть вероятность того что от оборотов катушку разведет в стороны и она может чиркать обстатор во всяком случае все собрал в данный момент застывает полиэфирная смола наверное так еще никто не заморачивался в общем пробуем собирать генератор и посмотрим что с этого получилось предварительно поставил этот генератор патрон токарного станка прокрутил на оборотах полторы тысячи принудительно подал напряжение с аккумулятора и генератор не возбуждается никак то есть есть предположение что я накосячил с подключением обмоток якоря скорее всего они там встречном включены в данный момент сейчас все разбираем попробую долезть до обмоток якоря и перри коммутировать их в общем то что я предполагал она так и получилось значит когда увязывал провода получается начало уходила у меня узком налево а конец направо и в итоге я машинально скажем так соединил начало с концом катушек а нужно конец с концом на кольца подаю 40 вольт и в таком случае до башмак полностью показывать что это северный полюс и вот этот магнит северный а этот магнит и тот полюс это южная сторона сейчас я попробую вам это показать так как всегда петух комментирует ну без него никак ну вот я думаю видно этот башмак работает а с противоположной стороны это юг и светится юх то есть этот магнитик вот видим магнитик и вот этот башмак это север вот так вот на этот раз я думаю заработает подписал где какой полюс вот видим здесь магнитик северный и этот башмак намагничивается севером то есть вот это вот вот этот вот промежуток весь который охватывает половину катушек это у нас север второй промежуток вот юг и здесь юг вот такой промежуток у нас охватывает юг принудительно подал напряжение на ротор попробуем замкнуть выводы фазы и прокрутить упирается ли ротор сейчас проверим ну да искра даже есть не видно видно а вот не видно ребята я уже проверил работает работает но только максимум что могу раскрутить это полторы тысячи оборотов и вот на этих полторы тысячи там 110 вольт я уже увидел работает все а в эрка работает все нормалек все отлично ну и сейчас попробую показать смотрим показания 110 вольт обычную лампочку накаливания найти в моем доме это уже очень проблемно в общем я и не отыскал поэтому обычная экономка но это 10 ватт и в общем главное ничего не замкнуть так там подцепился этот проводок мы потом коснемся к выходу запускаем вот а я какой-то необычный эффект получается холостую 110 вольт а лампочку подсоединяю 115 прям чудеса но не столь важно главное что это все работает работает в общем я доволен я доволен результатом то есть на трех тысячах оборотах напряжение растет линейно соответственно будет наши 220 плюс мы можем еще подрегулировать а в эркой какое нам нужно в общем я доволен и в данном случае теперь уже у нас будет реальный где-то два с половиной киловатта на выходе то есть однофазная система никаких там сто двадцать семь вольт никаких там 300 ватт которые можно было снять раньше с одной фазы ну здесь было включено между фаз на то есть до одного киловатта потолок а теперь реальных два с половиной в общем я думаю что ну как я думаю что владелец бы должен бы быть доволен надеюсь что владелец этого генератора когда его соберет протестирует я думаю он поделится своими впечатлениями и пришлет нам видео которые мы все увидим полностью собрал генератор осталось его подсоединить бензиновому двигателю на выход навешать все приборы ну и соответственно нагрузку кстати а верка без проблем один в один стала на штатные крепления где раньше стоял диодный мост единственное что пришлось подложить гаечки м6 чтобы вот этот конденсатор не упирался вот эту вот гайку которая крепит заднюю крышку и все здесь цвета синий к синему ну вот этот желтый к белому здесь фишка кстати фишка честно говоря ее нужно поменять потому как контакты они не держатся там выработка то ли непонятно что в этой фишке вроде бы фишка новая но выскакивают контакты бывают в общем и отгибал усики в общем ерунда то есть вот эту бы фишечку желательно бы заменить ну а так все все готово на этом все друзья всем здоровья мирного неба хорошего настроения побольше позитива много удачи и до новых видео всем пока